Друзья, всем привет! Сегодня будет видео, посвященное строительству моего загородного дома. Сейчас я нахожусь у себя на участке. С последнего видеоролика про строительство моего дома прошла примерно неделя, может быть немного больше. И сейчас я хочу рассказать о изменениях, которые произошли. Первое, друзья, мне привезли газобетон. Газобетон и тонко. Я его поставил вот так вот вдоль забора. Здесь вот на упаковке есть маркировка. Это 375-й блок по толщине и D400 это его плотность. Всю зиму этот газобетон простоял у производителя в Можайске. Пришла весна, наступил май, и теперь наступает время, когда этот газобетон уже нужно будет применить и начать наконец-таки строить себе дом. Теперь я жду сборно-монолитное перекрытие. Привезти мне его должны примерно через неделю. Как только мне привозят перекрытие, я сразу приглашаю кладчиков. Мы делаем опалубку, устанавливаем каркас этого перекрытия, заливаем все это бетоном. Потом какое-то время бетон сохнет, и я сразу начинаю укладывать газобетон. Что касается денег по доставке. Доставка газобетона из города Можайск, город Истра обошлась 37,5 тысяч рублей за три фуры. Дальше я потратил деньги, вызвал кран, который за два часа все эти фуры разгрузил. Заплатил я за это 10 тысяч рублей. И два раза я вызывал манипулятора, которого мне перевозил газобетон с дороги. Потому что фура ворота не проехала, у меня ворота всего 4 метра. И по развороту, короче, в фуре неудобно было заезжать сюда. Поэтому фура стояла на дороге, краном быстренько мы все это разгрузили. И манипулятор потом начал перевозить, короче... Вот сзади меня ворота, да, вот от тех ворот перевозил вот сюда вот. Вот этот весь газобетон теперь стоит сзади меня, вдоль забора. Вот, 10 тысяч рублей, соответственно, я заплатил за кран. И по 4 тысяч рублей за каждый день я заплатил за манипулятор. Манипулятор мне обошелся очень дешево. По московским расценкам, не знаю, как в других городах. Примерно смена манипулятора в Москве целый день стоит в районе 10-12 тысяч рублей. Мне за 4 тысяч рублей, потому что это был мой знакомый. Я заплатил условно только за бензин и за зарплату человека, который управлял манипулятором. Работал он примерно где-то часов по 7-8 каждый день. Дальше я начал выкапывать траншеи под канализацию. Здесь вот у меня колодец с центральной канализацией. Вот, здесь вот это вот, вот это вот канава. Здесь у меня будет труба идти уже под канализацию, которая пойдет в основной дом. А дальше вот эта вот канава, она идет, там у меня такой вот мобильный офис. Вот, я хочу к нему тоже провести нормальную канализацию. Вот, и, соответственно, возможно, я даже сделаю себе такой постоянный офис там в доме. То место, которое у меня отведено под кабинет, я сделаю из него какую-то другую комнату. Друзья, что еще хочу я вам рассказать? Рассказать хочу про дрова. Мне недавно привезли две машины дров. Вот, сзади меня вы видите дровник. Вот такой дровничек я себе сделал небольшой. Вот здесь вот, с правой стороны, вот эти вот две стопки, вот видно, вот одна стопка, здесь вот вторая стопка. Получается 2,5 куба. С этой стороны немного не дотягивает до 2,5 кубов. Но если вот эту вот небольшую стопочку взять, то, ну, совсем чуть-чуть не хватит до 2,5 кубов. Короче, в общей сложности 5 кубов сложенных дров. Я, честно говоря, не знаю, как считаются дрова в сложенном виде или не в сложенном. Вот, по факту мы заказывали 7 кубов, но в сложенном виде получается 5 кубов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как считается доставка, обманули меня или не обманули. Также, друзья, я хочу сделать небольшую ремарку по поводу технологии строительства загородного дома. Моё мнение такое, что любая технология, материал, тёплая керамика, или газобетон, или каркасная технология, или СИП-панельный дом, можно построить качественно, если мы делаем по хорошему проекту, где всё просчитано и продумано, если мы используем качественные материалы, если люди, которые собирают этот дом, не криворукие, а нормальные мастера, кладчики занимаются кладкой, монолитчики монолитом, кровящими кровлей, окончики окнами. Если всё это соблюдается, то любой дом можно построить качественно, и этот дом будет служить вам верой и правдой. Любую технологию можно испоганить. Многие, наверное, смотрят, например, дом, как это проект, строй хлам, дом за 100 дней, они строят там из газобетона. Сергей Петрушев постоянно ездит и говорит, вот тёплая керамика плохая, там дом каркасный плохой, дом из СИП-панели фигня и так далее. По мне, вот такой подход, он не совсем правильный, потому что, если, например, дом из тёплой керамики построили некачественно, это не значит, что материал плохой. Просто те решения, которые применялись в данном доме, и те руки, которые его собирались, они, ну, не очень квалифицированы. У каждого материала есть свои плюсы и недостатки, но мы должны понимать одно, что мы строим дом, мы ставим какие-то определенные задачи перед этим домом, если эти задачи выполняются, значит, значит, технология строительства, которую мы применяем для строительства своего дома, она хорошая и на 100% нам подходит. Что касается материалов, производителей и брендов, которые будут использоваться при строительстве моего загородного дома, значит, это всё идёт не на материальной основе. Выбираю я материалы по своему материальному благосостоянию, по каким-то душевным предпочтениям, по техническим предпочтениям, по, соответственно, задачам. Эти материалы должны выполнять определенные задачи. То есть, если этот материал не выполняет задачу, значит, я его не использую. Ни один производитель не будет платить мне деньги, потому что я этого не хочу. Вот, кого-то рекламировать, и если вдруг потом какой-то производитель обгадится, вот, соответственно, я за это, короче, не хочу нести ответственность. Если будут какие-то косяки, я об этом открыто буду говорить. Если у итонга, например, как вы видите, сзади в блоке у меня итонг, если производитель, например, накосячит, я об этом в открытую буду говорить. То есть, не будет никаких каких-то скрытых моментов. Почему я поднял этот вопрос? Потому что были подписчики, которые писали мне в комментариях по поводу того, что я буду рекламировать этот газобетон. Рекламировать я его не буду. Просто если я буду... Просто если я хочу осветить тему строительства своего дома, в любом случае я буду рассказывать о каких-то производителях, о каких-то материалах, по-другому оно просто не получится. Мне нужно рассказать свое мнение, отношение производителю ко мне как клиенту. То есть, у них есть там, например, у некоторых шеф-монтаж. Вот я хочу пригласить сюда этих шеф-монтажников, чтобы они рассказали о технологии. Все это будет сниматься на камеру и, соответственно, будет выкладываться в YouTube. Все эти ролики будут выпущены на моем канале. Не рассказывать о брендах, но это бред с моей точки зрения, как вот можно снять всю упаковку и говорить, вот мы используем газобетон, а какого производителя не используют. Все равно, в любом случае, это вы увидите. Поэтому не вижу смысла там скрывать что-то. Как-то так, друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, что такое качественный загородный дом. Всем пока, друзья.